Привет, народ! С вами Влад, и вы на канале КБ. Посмотрите, какая новость у нас классная появилась. А именно, вышел геймплейный ролик ПК-ДСГАН с улучшенной графикой. Ну, да-да, это тот ДСГАН, который собирается портировать на ПК-арню. Выходит, он буквально 18-го, помню, числа. Да, вот, 18-го мая. Ютуб-канал EJN, на самом деле, они часто публикуют всякие новинки, показал 15-минутный геймплейный ролик. Игра была запущена на i7-8700, 16 гигабайт оперативки, Nvidia 2080i. А, слушай, так у меня как раз 2080i. Вот он, сам ролик. Ранее авторы пообещали разблокировать частоту кадров, параметры. Там, на самом деле, очень много чего интересного. Тут, вот, я так понимаю, даже это сравнение ПК и PS5, но нас интересует, в первую очередь, как раз-таки вот этот вот геймплейный ролик, который нам показали. И, честно вам скажу, ну, на самом деле, 2080i это не слабенькая карта. Да и процессор тут хороший, да и оперативки тут много. Но всё же это максимальная графика, к тому же улучшенная. Приятного просмотра. Заодно и сам посмотрю. Ну что, давайте посмотрим. Начну я, пожалуй, с лайка этому ролику. Вообще, Days Gone это охренительная игра. Я в своё время её прошёл три раза на консоли. И вот сейчас вот жду с нетерпением выхода на ПК. Это как раз-таки ПК-версия того, что выходит. По-моему, она у них немножечко лагает. Вы чувствуете? У меня складывается впечатление, что тут не 60 фпс. Вроде мы смотрим 1440 на 60 фпс, но реально складывается впечатление, что вот у того, что мы смотрим, периодически фпс падает. То есть вот сейчас вот из огня... Ой-ой-ой, да там районе 40 фпс было сейчас или 50. Вы посмотрите, там фреймрейта нету, точнее вот именно показатели фпс, но реально видно, что фпс иногда скачет. Вообще на тему портирования игр с пейстешн и ПК ярким примером неудачного портирования можно сказать, Хорайзен Зарадаун был. Если вы его брали на старте, то вы понимаете, о чём я говорю. Если не брали, то Хорайзен Зарадаун, когда вышел на старте, это была в хламину забагованная игра. И это был порт с пейстешн, который тоже обещался нам как вау-вау, всё будет круто, всё будет шикарно. Типа порт выпустим в лучших традициях. И в итоге после того, как он вышел, они его ещё целый год латали. И честно, вот сейчас, вот даже глядя на картинку в 1440 пикселей, ну да, меньше мыла, меньше... меньше туманной дымки, наверное, относительно пейстешн. Но честно, ребят, вот честно, глядя на вот это, я не вижу какие-то сверхкрутые изменения относительно ПК-версии. Да, у них реально лагает, вы посмотрите. Но стоит учитывать, что это записывалось на компьютере, и, скорее всего, это записывалось тем же самым компьютером, на котором это было запущено, вероятнее всего. А это нагружает жестянку. В моём же случае, когда вы будете смотреть эту трансляцию, а я вас всех приглашаю на стрим, обязательно игра на канале будет, обязательно пройду её ещё раз. Стрим у нас будет идти через второй компьютер, и таких уже просадок беспонтовых не будет. Вообще, я смотрел сравнение именно ПК-версии, версии с Плейстешн 5. И даже относительно Плейстешн 5, игра выглядит чуть лучше. Ну, именно ПК-версия. То есть, в общих чертах, если не всматриваться, то вот именно в центре картинки игра выглядит отлично. Но вот если посмотреть по краям, то вот тут Плейстешн и начинает проигрывать с ПК-рнем, потому что по краям у ПК-рни всё так же, всё чётко, а вот у Плейстешн начинает какое-то вот там, ну, даже не замыливание, а какие-то квадратики появляться. Ну, в общем, слушайте, вот глядя всё-таки выглядит хорошо. Правда, этот порт стоит, ну, очень дорого. По-моему, игра стоит в районе 2700 рублей. Самый главный вопрос, а как они вообще управление перенесут? В принципе, DSGUN на ПК-рне, вот это на ПК-рне, на консоли, я проходил три раза вот на этом вот устройстве. Я на нём плохо играю. Я реально плохо играю, относительно экшенов, и я всё равно проходил, чувствуя себя довольно комфортно. И вот смогут ли они нормально перенести ПК-версию на консоль? Это вопрос. Но вообще DSGUN, честно сказать, жду. Блин, реально жду. Игра просто охренительная. А, смотрите-ка, это нарезка. То есть нам не показывают сюжетные моменты. Нам реально не показывают важные моменты. Вы посмотрите. Они не показали, что байк Дикона как раз-таки был раздолбан, что в байк Дикона попали из автомата, и у него был насос, насосный клапан сломан, подожди, или насосная труба, насосный механизм. Короче, что-то там с насосом. И сейчас они с Бухарием двигаются до ближайшей заправки. Слушайте, а вот тут выглядит намного лучше, чем на консоли. Реально намного лучше. То есть именно вот чёткость, как можно обратить внимание. Кстати, игра должна быть полностью на русском языке, включая и озвучку, и всё остальное. Жалко вот этот дробовик Бухарь сам начали отбирать. Кстати, когда игра выйдет, обязательно проходить её будем на максимальной сложности. По-моему, для ПК будет доступна сложность что-то из раздела попа-боль. И вот именно на этой сложности мы будем её проходить. Я, правда, не знаю, чем она обусловливается. Скорее всего, просто твари будут намного крепче. Но при условии того, что я проходил, играя на консоли и стреляя еле-еле в корпус, то на контроль, точнее, на клаву мыши, стреляя чисто в голову, я думаю, сложность не будет особо высокой. Вообще, Дэзганн это охренительная игра, ребят. Вот, серьёзно, это эталонное произведение. И, кстати, есть хорошая новость. Для тех, кто ждал вторую часть, но услышал, что её отменили. Сейчас собирается большая петиция, в которой подписал уже в районе 50 тысяч человек на создание Дэзганн 2. То есть, есть вероятность того, что Дэзганн 2 всё-таки выйдет. И это будет круто. Блин, честно, это будет вау, я ради этого даже PlayStation 5 куплю. Просто сейчас PlayStation 5 покупать как бы особого смысла нет, потому что, ну, а чё на неё есть? Ну, да, вышел Spider-Man Miles Morales, который, ну, как бы есть, как бы прикольно, но... Ну, не знаю. Ради него покупать целую консоль за те деньги, которые она стоит, это явный перебор. Вышел Souls-like шутер, который забагован, и его нельзя пройти. Такая вот интересная история. В общем-то, на PlayStation сейчас 5 особых эксклюзивов нет. А вот цена из-за перекупов просто невероятная. Я недавно посмотрел, сколько стоит PlayStation 5, ребят, именно у перекупов. Вот у нас её можно купить за 78 тысяч. 78 тысяч! Хотя, по-моему, её цена составляет в районе 50 тысяч, если меня не изменяет память. То есть, переплачивать такое количество денег я не готов. Да, блин, даже 50 тысяч, если честно, это дороговато. Хотя, плойка 5, это, конечно, будет круто. Я смотрел геймплей, именно Days Gone, вот этой, на плойке 5, она от ПК-версии особо не отличается. При этом, если призадуматься, то ПК-версия, именно вот, Days Gone, она запускалась на железе, которая стоила гораздо дороже, чем PlayStation 5. И при этом, на PlayStation 5 эта игра, по-моему, шла в 60 FPS. То есть, понимаете, да, хорошая графика, хороший фреймрейт. То есть, если у вас не было до этого PlayStation 4, то вот в этой ситуации PlayStation 5 брать стоит. Ну, правда, не у перекупов, конечно, потому что это слишком дорого. Ну, да ладно, я отвлёгся. Игра, на самом деле, блин, реально классная. Кстати, ребята, а вот из тех, кто смотрит вот эту вот запись, я более чем уверен, что многие проходили уже этот Days Gone на консоли. Вот сколько раз вы прошли? Да-да, давайте померяемся, ребята, количеством прохождений. Вот у стримера три прохождения, а? У кого больше? Я уверен, что у кого-то из зрителей точно будет больше, чем три прохождения. Я даже знаю, что вот один из зрителей, Евгений Кузнецов, как раз-таки Days Gone проходит прямо сейчас. Кстати, а может быть, кто-то из вас проходит Days Gone прямо сейчас? Знаете, ну, хочется подметить, что главное изменение, которое вот видно на ПК относительно консоли, это то, что просто меньше мыла. Меньше мыла, что четкость выше, сглаживание, наверное, лучше. Кстати, знаете, что самое хреновое? Я когда читал новости по поводу Days Gone на ПК, они сказали, что DLSS на старте не будет, что DLSS сглаживание будет потом, когда-то, через какое-то время, может быть. То есть, понимаете, да, какой облом? У нас на старте будет обычный Days Gone, который просто портирован на ПК. И, возможно, уже потом к нему прикрутят новомодное сглаживание DLSS. Но это не точно. Или точно? Вот серьезно, вот примерно так и было описано, что возможно потом, если будет что-то, какое-то желание. Я понимаю так, что это будет работать таким образом. Игра выстрелит на ПК, если она выстрелит, то, скорее всего, после этого Sony призадумается. А может быть, стоит создать Days Gone 2? И при этом, если она призадумается о создании Days Gone 2, то, скорее всего, к Days Gone 1 могут сделать DLSS. Поэтому чисто в теории, ребята, если все-таки к Days Gone 1 будут делать DLSS, то, скорее всего, выйдет Days Gone 2. Я бы, честно сказать, был рад очень увидеть Days Gone 2, потому что игра, ну, блин, это та игра, ради которой стоило покупать PlayStation 4. Она реально офигенная. Я понимаю, что она далеко не всем нравится, но тот факт, что Days Gone просто шикарен, сложно с этим поспорить. Здоровенный, открытый мир, который реально интересно исследовать. И при том, вы его исследуете как-то так, знаете, непринудительно, как вот, к примеру, в Fallout, где это просто бесконечное исследование. А вы его исследуете, ну, вот, по мере необходимости. Нужны вам какие-нибудь ништяки? Вы идете и находите их. И, на самом деле, довольно быстро. Не нужно, ну, занимайтесь этим потом, когда вам вдруг это понадобится. Но при этом, вас ждет куча квестов, довольно интересные вызовы со стороны игры в виде Орды. Правда, знаете, вот в чем, опять же, косяк? На старте изначально Орду нам показывали очень большую. То есть, вот, первые показы Орды, которые были, это была лесопилка. И там Орда была, она не просто многосотенная. По-моему, она там даже несколько тысяч рыл была. И на релизе сильно порезали количество фриков в Орде. Очень сильно порезали. Сейчас они закончат говорить. Я понимаю, почему это было сделано. Это было сделано в угоду мощностям PlayStation 4. Но вот сейчас как раз-таки вышло новое поколение консолей. И если выпустят PlayStation 5, то, возможно, именно там нам покажут куда более мощную Орду. А самое главное, нам покажут, наконец-то, какого хрена с Неро происходит. Ну, серьезно, если вы видели секретную концовку, я не буду спалерить вам, то я так думаю, что у вас, как и у меня, возникло много вопросов. Нет, я понимаю, что ви... А, нет, ну, это спойлер, блин. Если я сейчас начну говорить, то это будут спойлеры финала. Это будут спойлеры концовки. Но вот реально, вы помните лицо у Брайна? Вот какого хрена у них там творится у Неро? Что с Убрайном? Что у них внутри творится? Я очень надеюсь вот это все, ну, ответы на эти вопросы получить в Days Gone 2, который я честно хочу верить, что все-таки выйдет. Потому что первая часть закончилась на такой вот ноте, мол, ну, мы, конечно, сделали главную цель, мы достигли, главную задачу. Я не буду спойлерить главную цель. Вдруг, как бы, тут есть те люди, которые не встречали Days Gone, и для них это будет реально спойлер. Мы сделали главную цель, мы достигли главной задачи, но мы достигли именно индивидуальной главной задачи. Но нам-то еще жить впереди. У нас целый мир. Мы объединили сообщество, мы... А, я все равно спойлерю. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Мы реально достигли высоких целей, но все равно это меркнет на фоне того, что нам рассказал Убрайен, на фоне того, что нам показал Убрайен, и того, что мы узнали о Неро. И вот вторая часть как раз дала бы ответы на вот эти вопросы. Вот они. Уроды. Знаете, видеть круг сведения... Не, я понимаю, я с ним играл, но все равно, видя круг сведения оружия, я сразу вспоминаю World of Tanks. Если бы, когда он стрелял сейчас из пистолета, прозвучала фраза «Броня не пробита!» Рикошет! А потом сведение, как у КВ-2. Я бы не удивился. Хотя, повторюсь, игра я прошел три раза. В общем, ребята, я думаю, те, кто играли, те, кто в теме, о чем я говорю, они понимают вообще в принципе всю эту ситуацию. Кстати, ребята, к вам просьба. Не забывайте ставить пальцы вверх. Это реально помогает канал. Я еще буду рад пообщаться с вами в комментариях под этим и другими видео. А я помню это задание. Тут мы ищем... Ай! Я знаю, зачем я сюда приехал. Это все цепочки одного задания, связанные с тем, что делали... Жить их зовут-то уродов. Которые сейчас бухари пинали. Блин, из головы реально вылетело. Как же их звать-то? Ну вот, тех вот говняков, которые сейчас жарили бухари. Вот из головы вылетело. Знаете, бывает такое. Я помню как бы их название и сюжет, и даже лицо, и главаря. Но вот из головы вылетело название этой группировки, этой банды. Не потрошители, не свежеватели. Не-не-не-не-не. Как-то по-простому. Но не помню название. С вот этими вот выключателями, кстати, тоже надо быть осторожнее, если так подумать. Я как-то свое время не выключил такой вот матюгальник напротив Орды. Ох, весело было, зато Орду зачистил. Правда, после этого у меня ничего не осталось. Я потратил на Орду вообще все, что у меня было. Кстати, вот возле вот этой вот лагеря, где они находятся, как раз вводится одна из Орд. Поэтому, если вы не выключите матюгальник, то к вам прибежит Орда. Правда, она небольшая, там голов 50. Но при условии того, что из вас из вооружения не толком ни хрена, слушай, а какого лешего у него винтовка на спине и арбалет? Это стартовая цепочка заданий. Он буквально только что спас Бухаря, и у него, ну, максимум, дробовик Бухаря и его пистолет. Он даже не мог добраться до... Или стоп, или он добрался уже до лагеря. Блин, я забыл. Но винтовки у него точно не может быть сейчас, именно вот на этом задании. Или может. Я просто сюда всегда приходил именно со стартовым вооружением. Я не особо порез. У меня был пистолет и арбалет. А эта винтовка, ну, она довольно такое себе. Оружие сомнительное. Конкретно так сомнительное. Она не то, что плохая. У него просто магазин маленький, и скорострельности нет. О, инъектор Неро. Кстати, ребята, если будете проходить, то поначалу инъектором Неро прокачивать себе... даже не знаю что. Вот реально прокачивайте себе все, что вашей душе угодно. Но я обычно первым качаю себе ХП. Хотя стамина тоже хороший вариант. Почему? Ну, потому что ХП увеличивает размер вашей тушки. Стамина увеличивает количество вашей выносливости. Ну, а третий параметр это ваша концентрация. Она нужна вам тогда, когда вы прокачаете себе параметр, который позволяет вам замедлять время. Вот концентрация нужна, чтобы держать замедление. Без стамины тяжело кайтить Орду. Ну, а без ХП тяжело воевать с бандитами. То есть против бандитов нужно ХП, против Орды нужна стамина. Потому что ХП против Орды не особо рляет. Вы не танканете. Танкуют только быстрые ноги. Вообще, в случае с Ордой быстрые ноги из-за юзилей не боятся. Это прям идеальный вариант. Быстрые ноги, минные поля, коктейли Молотова, но все равно быстрые ноги. То есть там даже не столь важно, сколько у вас ХП. Можно даже на стартовом параметре 100 единиц ХП завалить Орду на лесопилке, где там несколько сотен голов. По-моему, там 500, что ли, фриков на лесопилке. Но при этом, если у вас не будет прокачана выносливость, то даже если у вас в максимум будет прокачано ХП, вы ничего не сделаете. Вас просто сожрут. Потому что 500 фриков, ну, вы не танканете от своего ХП. А вот с бандитами, наоборот. Бандитов обычно человек 10. Но при этом бегать под их автоматным огнем не особо разумная затея. Такой, значит, маленький уже, маленький гайдик. Игра еще не вышла, но пока гайдик уже готов. Все-таки игру три раза проходил. Блин, я бы сказал, на пальчики оближешь. Персик, а не игра. А вот чего желательно? Пальчики облизать желательно свои. Ну, может быть, может быть. Но вообще, знаете, вот по этому ролику, честно, я вам скажу, я нифига особо разницы не вижу между ПК и консольной версией. Но стоит понимать, что, скорее всего, они записывают все-таки с того же компьютера, с которого и играют. И записывают они, скорее всего, через GeForce Experience, который есть. Хотя, в принципе, GeForce Experience хорошо пишет, но все-таки это не второй компьютер. В общем, ребят, что можно сказать? В принципе, прикольно, интересно, но хотелось бы поиграть в это самому. Ну что ж, спасибо огромное за внимание. С вас лайк, с меня новый ролик. С вами был Лат, и буду рад пообщаться с вами в комментариях под этим роликом. Все, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok